Благотворительная помощь на сумму около 115 миллионов тенге была оказана Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области в текущем году. Об этом стало известно в ходе мероприятия по подведению итогов года деятельности Ассамблеи. Также здесь были отмечены благодарственными письмами отличившиеся члены АНК, внесшие особый вклад в укрепление единства и сплоченности населения, а также волонтеры, оказывающие безвозмездную помощь уязвимым слоям населения. В стенах Западно-Казахстанской областной Ассамблеи народа Казахстана состоялось традиционное мероприятие, посвященное подведению итогов 2022 года. Целью АНК является сохранение единства и дружбы всех этносов, проживающих на территории нашей страны. Участники мероприятия отметили, что в уходящем году этнокультурными объединениями области была проведена масштабная работа. Оглядываясь назад, мы видим, что за этот прошедший год Ассамблея народа Казахстана Западно-Казахстанской области и целом Ассамблея народа Казахстана сделала очень много полезного, доброго, замечательного и не оставила ни одного человека в поле своего зрения попавшего без оказания какой-то материальной или моральной поддержки и помощи. В подведении итогов года приняли участие руководители активисты этнокультурных объединений, представители организаций, занимающихся благотворительностью. В ходе мероприятия была озвучена сумма пожертвований, которая была направлена на решение материальных проблем нуждающихся. Это около 115 миллионов тенге. Участники Ассамблеи отметили, что в следующем году эта работа будет продолжена. Целый год мы участвовали в разных мероприятиях. Это не только творческие мероприятия, это и благотворительные различные акции, и спортивные мероприятия, и выезжали с концертами. То есть очень большая работа была проведена. Для каждого из нас казахстанцев этот год был знаменательным, потому что очень много политических событий произошло, очень много общественных событий произошло. Но лично для меня, хоть год был и тяжелым, но думаю, что очень-очень плодотворным. Но следующий год мы все ждем с распростертыми объятиями, и каждому из казахстанцев, из уральцев, из наших ассамблеевцев я желаю только счастья, здоровья, благополучия и мирных ясных дней. Также на итоговом мероприятии состоялось чествование всех тех, кто внес вклад в развитие межэтнических отношений, сохранение мира и согласия в нашей области. В заключении артисты этнокультурных объединений исполнили песни и танцы. Сергей Уланов, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42.